В роскошном, затейливо убранном будуаре одной из известнейших московских бонвианок сидел доктор. Был полдень. Она, хорошенькая хозяйка, только что поднялась со своего ложа и, развалясь на мягкой кушетке, лениво потягивалась и вопросительно заглядывала в глаза доктора. Доктор, молодой человек лет двадцати шести, сидел визави ее в задумчивой позе и хмурился. Полуденное солнце играло на его массивных брелоках, жгло его большой белый лоб, заставляло щуриться его глаза, но он не замечал этого. Не до физических ощущений было ему, когда другие. Более жгучие и более чувствительные болячки не давали ему покоя. У него болела душа. Он бронил себя, презирал и ненавидел. Он готов был растерзать свою особу. Дело в том, что она ждала от него слова. А что он ей скажет? Негодяй я, размышлял он, искосо поглядывая на личика, сидевшей против него, хорошенькой женщины. Тысячу раз негодяй. Две недели я бегал за ней, надоедал, вертелся перед ней, как самый последний фат, рисовался, как какой-нибудь дурак. И что же? Я добился того, что она полюбила меня. Не проходит дня, чтобы она раза четыре не присылала за мной. Я заставил ее полюбить себя, но... Разве я способен платить ей тем же? Несчастная. А как жалобно она смотрит. С каким нетерпением она ожидает решительного объяснения? Действительно, глаза, покоившиеся на докторском лице, были полны самой нежной любви, самой горячей и трескучей бешеной страсти. И для чего я добивался ее любви, продолжал размышлять доктор. Так, фатовства ради, хотелось самолюбие свое пощекотать. Дураки любят побеждать женщин. Для чего им эти победы, они себя не спрашивают. Ну что я, например, буду делать с этой куклой? Бедная ты, бедная. И правую руку ломит, перебила дамочка докторские размышления. Всю ночь ломила, и голова очень болела ночью. Ночью. Ммм, такс, а спали? Спали хорошо. Спала плохо, шум в голове какой-то. Очень сильный. А сердцебиение? Спросил от нечего делать доктор. Да, и сердцебиение, соврала дамочка. Вообще нервы ужасно расстроены. Не знаю, что и делать. Каждый день вас беспокою и так далее. Прошло полчаса в подобных расспросах и ответах. Наконец противно стало. Доктор поднялся и взялся за шляпу. Движение нужно побольше, сказал он. Волнений избегайте. Летом за границу, пожалуй, на Кавказ лучше. Завтра я заеду. Дамочка тоже поднялась и молча сунула в протянутую руку конверт. Он взял, не глядя на нее. Но потом нечаянно взглянул в зеркало и увидел там маленькое, хорошенькое, капризное личико, которое собиралось заплакать. Глазки, бедные голубые глазки, усиленно мигали и подергивались влагой. Губки сжимались от злости и досады. Несчастная, подумал доктор, вздохнул и сжалился над нею. Впрочем, вот что, пробормотал он. Попробуйте-ка принять эти пилюли. Сейчас я пропишу. Попробуйте. Доктор сел, вырезал из белого листа бумажку для рецепта и после рецептурного значка написал. «Будьте сегодня в восемь часов вечера на углу Кузнецкого и Неглинной, около Дациара. Я буду ждать». Доктор надел перчатку, поклонился и вышел. «В восемь часов вечера. Впрочем, я поставлю здесь точку. Одну точку я всегда предпочитал многоточию. Предпочту и теперь».